здравствуйте уважаемые зрители я рад вас снова приветствовать на канале среда обитания спасибо огромное что зашли посмотреть мой очередной видеоролик сегодня у нас на обзоре сравнение будут два города первый город это город орск что в оренбургской области в россии и второй город это уральск находится он в казахстане первый раз у меня на канале данная страна на сравнении как бы посмотрел тоже несколько заранее определенные локации мне довольно таки понравились оба города города достаточно крупные и сегодня мне хотелось бы погулять по этим городам и посмотреть вместе с вами как выглядят интересные места в этих населенных пунктах как обычно в начале ролика всем говорю спасибо кто заходит на мой канал ставит лайки подписывается пишет комментарии огромное спасибо что остаетесь со мной по-прежнему также выражаю благодарность заказчику который предложил сделать подобное сравнение что мы сейчас с вами начнем не затягивая особо время и начнем мы с города орск это город областного подчинения в россии административный центр городского округа в оренбургской области в состав города входят три административных района это ленинский октябрьский и советский площадь города довольно таки большая 621 квадратный километр по этому показателю город входит в десятку городов россии с наибольшей площадью вот так он выглядит со спутника город уральск что в казахстане выглядит более компактный но по населению фактически города одинаковые это город в западном казахстане на реке урал административный центр западно-казахской области расположен на северной окраине при каспийской низменности тоже можем полюбоваться на него со спутником по традиции начнем как обычно с вокзалов на сей раз у нас будут автовокзалы посмотрим автовокзала в городе форс вот так он выглядит внутри здесь вот расположены различные торговые точки есть терминал вот такой не особо приличная какая-то вот прилегающая территория съемки 17 год очень надеюсь что на сегодняшний момент конечно здесь все сильно изменилось в орске мне хотелось бы обязательно посмотреть такую редкую достопримечательность можно сказать технологическую достопримечательность это орская солнечная электростанция невероятно я вот например даже об этом не знал что подобное существует сооружение и вот ну именно в этом городе скажем так такие вот поля с этими солнечными панелями просто огромные поля смотрите просто вот до бесконечности тянутся эти солнечные панели в городе орск обязательно смотрим краеведческий музей давайте посмотрим несколько залов вот такие есть экспозиции то здесь больше конечно истории есть определенные предметы старины вот здесь реконструкция захоронений показано вот так много различных старинных вещей невероятные утюги есть некоторые оружие монеты причем довольно таки старинные если такая вот панорама ночь музеев знаем прекрасно что это такое в этот период и в ночь открывает все музеи и посещение всевозможных выставок проходит абсолютно бесплатно для всех здесь вот я попадаю на здание администрации города вот так выглядит прилегающая территория само здание видим можем несколько поближе рассмотреть вот такой орский городской совет депутатов не знаю что они там сидят совещаются прилегающая территория пожалуйста стоит посмотреть также центральный парк культуры и отдыха такое колесо обозрения здесь вот мы можем наблюдать именно фотографию всего города с этого колеса обозрения есть вот такие вот фонтаны такой замечательный памятник бабушки с пирожками просто изумительный еще одна панорама с высока ну все возможные конечно же развлекательные аттракционы вот такой зимний фонтан есть в городе также отдельно парк машиностроителей тоже с различными аттракционами видим но может быть не столько много как в центральном парке так есть также на территории я так понимаю этого парка торговый центр хотя посмотрите какая колоннада стоит и здесь вот вывески магнит ну вот и фасад тоже здание конечно же просто изуродовали не надо было бы этого всего делать можно как-то вывески может поскромнее сделать и вот это все-таки памятник истории вот здесь я так понимаю съезд байкеров есть также парк строителей но я так понимаю что здесь уже не для каких-то развлечений он создано больше для прогулок так как есть водоем вот так это выглядит и больше место все-таки напоминает такой спокойные как бы променад такие дорожки сделаны из плитки здоровски и здесь вот мост проходит больше сделано для спокойных тихих прогулок в различное время года так как довольно часто просят показывать какие-то учебные заведения в городах что я и с удовольствием сейчас делаю пожалуйста это средняя общеобразовательная школа номер 38 города орска вот так она выглядит зимние вот такие вот моменты так зайдем вовнутрь посмотрим вот такая выставка достижений ребят есть вот здесь вот спортивные достижения наверное все-таки кубки за какие-то спортивные состязания здесь вот обратил внимание есть очень хорошие современные достаточно школа номер 35 можем посмотреть также в коридорах вот так выглядит столовая очень уютно и все-таки достаточно чисто убрана видным актовый зал но учета как-то вот не особо большой он так выглядит столовая ну а теперь переносимся мы в казахстан и давайте посмотрим здесь еще тоже интересные места и начнем также по традиции с автовокзала вот так выглядит здание ну в принципе конструкция скажем так ничем особо неприметное на декабрь девятнадцатого года видим что было открыто это абсолютно новое здание как я вот ознакомился с информацией по автовокзалу давайте посмотрим как все выглядит внутри довольно таки солидно и чисто все по-современному облагоустроена конечно же так вот здесь вот непосредственно происходит посадка пассажиров есть комнаты отдыха кстати говоря буфет автобусы хочу обратить внимание очень хорошие в принципе свежие но вот единственный вот там как бы автобус немножечко не совсем новые а так в принципе очень новые все симпатичные и и качественные так далее посмотрим краеведческий музей города уральска вот так в таком замечательном здании расположен два этажа видим заходим во внутрь посмотрим несколько экспозиций но здесь национальные костюмы видим юрта смотрите какой обалденный вид вот такой вот быт был ранее предметы старины также а вот здесь вот смотрите я думаю что это были находки золотые украшения ну надо же вот так также много видим вот различных предметов старины представлены здесь наверное интересные личности какие-то исторические реконструкция вот таких вот зданий тоже показано также исторические личности здесь здесь я так понимаю проходила выставка восковых фигур довольно таки много их было есть в уральские казахский драматический театр что сам по себе очень интересным можем зайти также внутрь посмотреть как все там выглядит проходит проходит выступление пожалуйста можем наблюдать фойе пожалуйста вот такие вот есть панорамные снимки давайте все-таки покружимся немножко посмотрим как все выглядит внутри очень солидное очень красивое здание что снутри что снаружи вообще снаружи хочу сказать здание выглядит весьма необычно вот такая вот уникальная конструкция наверное больше нигде подобного и не встретишь и не повторяется это все рядом установлены вот такой вот такая вот скульптура попалась нам в обзор 34 школа в городе уральск правда не можем зайти посмотреть как выглядит она внутри не могу не показать все друзья мои железнодорожный вокзал также в городе уральск посмотрим обязательно и прилегающую территорию замечательное такое огромное здание но больше всего мне понравилось конечно вот вот эти вот фонтаны интересно посмотреть на них в ночное время но к сожалению таких снимков нет зайдем во внутрь вокзала тоже выглядит все очень солидно очень хорошо территория прилегающая вот так выглядит красиво давайте посмотрим 27 школу тоже только можем полюбоваться на здание издалека и вот такие вот зимние пейзажи внутрь зайти не получается неожиданно также для себя нашел вот такой замечательный храм это храм Христа Спасителя вот так он выглядит внутреннее убранство можем посмотреть довольно таки большой храм вот так выглядит издалека вот здесь тоже хочется мне посмотреть и на храм и вообще на территорию посмотрите это казахстан город уральск выглядит просто замечательно вот такой явно здесь какой-то сквер либо парк расположен территория очень ухожена съемки свежие 19-й год огромный здесь вот есть фонтан посмотрите как выглядит ночная панорамка но не совсем качественная конечно же да вот этот сквер вот он здесь и показан заодно посмотрели храм и сквер непосредственно еще одна ночная панорама хорошая такая подсветка ну и больше всего что меня удивило в городе уральск что в казахстане это пирамида хеопса вот так она выглядит я так понимаю что она покрыта цветами и вот в разные времена года здесь различные цветы ну вот здесь возможно просто зеленение ее идет жаль что нет фотографий поближе очень интересный объект хотелось бы его рассмотреть поближе но к сожалению вот таких с близкого расстояния нет изображений кто-то если местный будет просматривать мой ролик пожалуйста напишите что за такое интересное сооружение ну что ж друзья мои думаю мы достаточно много уже посмотрели интересных мест в обоих городах давайте чуть-чуть побродим по улицам непосредственно отправляемся мы назад в город Орск что в Оренбургской области и попадаем вот на такую локацию очень широкие улицы просто огромные дорожное покрытие ну не совсем уж здесь и приличное съемки у нас август 19 года классические типовые пятиэтажки которые очень часто встречаются в нашей стране где-то вот есть такие современные здания но в принципе общий вид довольно таки неплохой на город так ну здесь я понимаю самый центр август 19 года по-прежнему съемки это администрация так выглядит прилегающая территория ну вот туда бы на площадь еще бы выйти посмотреть возможно но как-то не очень получается ну что ж неплохое такое место да центр города понятно ухоженный чистый ну может быть устарели конечно же бордюры здесь вот где-то какие-то вот такие вот пятачки не совсем приятные но тем не менее все выглядит достаточно здорово меня больше заинтересовало вот такое здание вот здесь вот расположена такая вот лепнина интересная 1956 год элементы декора различные и вот такие балконы ну надо их конечно как бы привести в более подобающий вид и все это выглядело просто замечательно интересное здание что здесь располагалось раньше конечно же не могу сказать вот опять же кто-то местный может быть будет просматривать очень прошу напишите почему вот как-то выделяется вот эта часть здания еще одну улицу смотрим август 19 года и есть у нас уникальная возможность друзья мои посмотреть город Орск с веб камер что мы сейчас с удовольствием и сделаем с вами итак город Орск мне хотелось посмотреть с нескольких онлайн видеокамер дело в том что не всегда удается это сделать потому как во многих городах данные камеры либо отсутствуют либо они есть и снимают не совсем приличную локацию невозможно просто рассмотреть здесь вот такая вот замечательная картинка да вот во многих городах еще съемки проводятся в черно-белом изображении здесь цветная картинка вот так город весь как на ладони отмечаю очень интенсивное движение здесь можем посмотреть район кинотеатра мир в городе Орск что в Оренбургской области солнышко конечно уже садится давайте сейчас побыстрее посмотрим чтобы успеть еще до заката вот так выглядит комсомольская площадь в городе Орск вот здесь можем видеть локацию на площади Воснецова площадь Гагарина опять же в городе Орск конечно здесь изображение не совсем качественное площадь Шевченко очень широкая улица выходит вот такой стоит памятник хорошая облагороженная территория видим несмотря на то что уже и осень нет зелени но видно что все ухожено и достаточно чисто сразу же хочется отметить и хорошее дорожное покрытие вот так много столько многоэтажек стоит неожиданно но хотя в принципе город достаточно большой все таки более двухсот тысяч населения здесь мы можем наблюдать проспект мира в принципе на какую улицу бы не посмотрели везде довольно таки такое вот оживленное движение даже с высоты и вот так мы можем видеть что в принципе улицы выглядят достаточно неплохо ну кое-какие изъяны вот в виде луж вот здесь вот краем идут ну а так хочу сказать город довольно такой просторный еще одна вот такая локация остановка Тагильская также в городе Орск мы можем посмотреть еще и на центральный парк жаль конечно что уже нет зелени думаю выглядит он намного приличнее именно вот в летний период ну и так опять же хочу отметить в принципе парк достаточно ухоженный но мы постараемся все таки как бы посмотреть его и в других локациях также октябрь двадцатого года здание Сбербанка знаете честно говоря может особо не задумывался о том что наш российский Сбербанк находится в Казахстане ну вот как-то и не знал об этом на самом деле присутствуют филиалы вот в этой стране как уже сказал съемок особых нет и будем довольствоваться тем что есть ну вот попадаем на такую вот панораму здесь по типу наверное какой-то спортивной площадки что ли выглядит либо это внутренний двор вот этих пятиэтажек ну так же видим мы разношерстные балконы как и в России в принципе ну скорее всего даже это школа это еще одна очень свежая такая панорамка посмотрите вот здесь вот такая надпись есть я люблю Уральск причем на русском языке полностью хорошая площадь июль девятнадцатый год съемки довольно таки благоустроена ну если уж сильно придираться да вот здесь вот какая-то плитка побита поломана несколько есть да и вот выступает определенная растительность как бы ну уж если сильно придираться далее видим пятиэтажку так четыре этажа вернее четырехэтажное здание смотрите есть подземный перекот даже что тоже хорошо для безопасности фасады здания неплохо выглядят ну а вот это вот многоэтажка типичная типичная хрущевка которую можно часто наблюдать тоже довольно таки широкие улицы вот такая вот площадь посмотрим вот такую территорию рядом с мечетью видно что здание современное солидное очень красивое так как боюсь что по частному сектору в казахстане мы не пройдемся потому что нет съемок вот будем довольствоваться тем что есть можем посмотреть вдали вот такие вот домики заодно мы посмотрим сейчас несколько локаций и в россии конечно же также частные застройки как там все выглядит еще одно вот такое изображение май семнадцатый год на дома вообще могу не обращать внимание полностью главное придомовая территория вот здесь ну скажем так нет какой-то такой яркости но хорошо также все ухожено и чисто еще одна локация с частными дворами вот так выглядит здесь конечно полное какое-то дорожное отсутствие дорожного покрытия что очень плохо грязно и пыльно есть мусор здание довольно таки старенькое уже здесь получается что и частная застройка вот так по соседству расположена с определенными какими-то промышленными я так понимаю зданиями или мир стекла ну здесь наверное расположен магазин съемки кстати говоря тоже семнадцатый год многоэтажные здания очень похожи то что мы видели в России фактически прям один в один давайте посмотрим прилегающую территорию ну несколько может быть даже здесь и вот почище то что мы видели до этого еще одна улица мая семнадцатого года поярче выглядят какие-то вот эти пресловутые торговые точки небольшие здесь получше выглядит дорожное покрытие хочу отметить опять же многоэтажки вот такие вот классические очень схожи с Россией во двор во двор зайти не получается вот так чуть-чуть можем сбоку посмотреть ну что ж ну вот двор как двор вот таким образом вот таким образом он выглядит здесь край домов ну честно говоря непонятно что здесь вообще такое есть может быть это летние кафе какое-то ну да ну да вот пожалуйста летние кафе расположены непосредственно вот внизу дома и вот такие вот как бы летние участки где можно посидеть отдохнуть ну что ж давайте посмотрим в городе Орск несколько локаций где расположены частные застройки и на этом будем заканчивать свой сегодняшний ролик ну вот на какую улицу мы попадаем еще один перекресток съемки кстати говоря семнадцатый год вот столько строительного материала насыпано я думаю что друзья мои ведется либо ремонт ремонт дороги все-таки вот отсыпку делают либо тоже люди что-то приводят в порядок в порядок свою придомовую территорию ну скорее всего здесь вот это упор делается на дорогу вот она отсыпка полностью вот со спутником меня заинтересовали одинаковые строения здесь оказывается это тоже частный сектор ну съемки двенадцатый год ну такой скажем более богатый район двенадцатый год еще надеюсь что тоже эту территорию уже привели в порядок но не будем акцентировать внимание на вот более старых изображениях еще одна панорама вот такой улицы достаточно широкой хочу сказать мы приблизились ближе уже к окраине ну что ж неплохой вид просто неплохой вид определенные участки конечно же требует внимание допустим вот эта вот часть но в принципе глядя глядя дальше по улице все в рамках такой приличного вида ну что да определенные вот эти шарховатости они есть но здесь посмотрите как вот по правой стороне сделано вот пожалуйста да плитка есть но это бог с ним смотрите какие зеленые насаждения мне больше понравились вот такие вот маленькие лужайки возле дома смотрите как здорово выглядит все есть заборчик и вот такая вот лужайка заборчик и лужайка причем по всей улице длится да по левой стороне несколько похуже хотя тоже вот присутствует ну здесь видно что наверное какая-то стройка тоже планируется возможно может заморожено вот в таком состоянии это все выглядит ну что ж друзья мои на этом я заканчиваю свой обзор сравнения всем огромное спасибо что остались со мной и посмотрели ролик до конца кто не подписался обязательно подписывайтесь кто еще не написал комментарий и хочет что-то спросить либо просто выразить свое мнение обязательно пишите комментарий мы его рассмотрим ставьте лайки и заходите почаще на мой канал ну а мы с вами со всеми увидимся на канале среда обитания всем до свидания